В народе говорят, мчится со скоростью ветра. Разумеется, что человек не в силах передвигаться с такой скоростью, но разогнаться на машине до 60 километров легко. Да, вот только 60 километров для легкового авто сущей пустяки. А вот если взять, к примеру, картингистов, ну, людей, гоняющих на простейших гоночных машинах, без кузова, с такой скоростью, поверьте, это немало. Тюменские гонщики, новички и профессионалы померили силами в картинг-марафоне. За соревнованиями наблюдала Светлана Козловская. Для них скорость, пожалуй, главный конек. Быстрее добежать до транспорта, вовремя среагировать и финишировать самым первым. А еще важно иметь подходящий вес. Так, на каждую команду дается 240 килограммов. Если в норму попасть не получается, то судьи добавляют или убирают время. У каждого пилота есть от 10 до 30 кругов, которые он должен приехать, потом выйти и уступить место своему компаньону. Итого побеждает та команда, которая первая преодолела порог 300 кругов. Интересная стратегическая гонка, которая требует не только физической силы, но и достаточное количество мозгов. В каждом заезде не более пяти человек, поэтому столкнуться сложно. Но только если специально. Правда, таким нарушителям кататься с ветерком тут же запретят. А еще важно всегда смотреть на тренера. Такой его жест. Главный сигнал. Значит, пора меняться. От волнения самый юный участник ушел с трассы раньше времени. Не доглядел. Я просто перепутал учителя по форме. То есть я начал ехать, не заметил, что это он. И начал, то есть заехал вон туда, обратно. И перестановился. Мы потеряли много, то есть нам сейчас надо наверстывать. Шансы есть, потому что, ну, может в гонке случиться все, что угодно. Вот у меня молодежь, она немножко легче, соответственно, они немножко быстрее, они немножко выносливее, они не курят, не пьют. Соответственно, расчет на это, то есть как бы, ну, возможно, то есть мы можем попасть еще куда-то. Но юные спортсмены оказались последними. Правда, позже чемпионы признали, соперники ни на секунду не давали расслабиться. Чуть-чуть меня бы придержал, было сложновато его обойти, но обошел, в принципе. Перед каждой гонкой абсолютно каждый нормальный, уважающий себя гонщик, он настраивается морально. Абсолютно. Подходит своевременно морально к другому участнику, как с тем бороться, как с этим бороться на трассе. Своя тактика, каждому человеку должна быть своя тактика. Она, наверное, и помогла победить. К слову, гонку спортсмены устроили не для громких званий, а просто для себя. Нервишки в лишний раз пощекотать. Им без адреналина живется скучно. Светлана Козловская, Александр Изосимов, Сибинформбюро.